21 час в украинской столице. Итоговый выпуск новостей. На UATV мы собрали самое главное за день. Об этом и не только. Будем говорить дальше. Девушки отдыхают. Редкие растения, животные и птицы. Старейший степной заповедник планеты Асканье-Нова в Херсонской области. В нашем цикле «Уникальная Украина». Кого уволить и назначить в первую очередь? Новоизбранные депутаты уже подготовили список повестки дня первого заседания Верховной Рады. В нем 27 пунктов. А завтра народные избранники принимают присягу и сразу же приступают к работе. В насыщенном графике отмена депутатской неприкосновенности, формирование фракции, назначение нового главы правительства, министров обороны и иностранных дел. О подготовке к первому заседанию депутатов-новичков. В материале Ольги Михалюк. Гимн, чтение присяги и получение удостоверений народных депутатов Украины. Без фишек, как заявил глава партии «Слуга народа» и согласно Конституции откроется первое торжественное заседание Верховной Рады Украины 9-го созыва. Из-за российской аннексии Крыма и военного вторжения на Донбасс, часть мажоритарных округов на территории Украины оказались оккупированными. Поэтому в Верховную Раду 9-го созыва прошли не 450, а 424 народных депутата, 225 по партийным спискам и 199 по одномандатным избирательным округам. По результатам досрочных парламентских выборов в Верховную Раду прошли следующие партии. Наибольшее количество народных депутатов в пропрезидентской «Слуге народа» – 254. На втором месте – оппозиционная платформа «За жизнь» – 43 парламентария. Третье место – «Батькивщина» – 26 человек. Четвертое – «Европейская солидарность» – 25 депутатов. Пятое – «Голос» – 20 человек. Также прошли 6 депутатов-мажоритарщиков от оппозиционного блока, 4 от «Самопомощи», «Единого центра», «Всеукраинского объединения «Свобода» и «Белой церкви вместе» – партии, не преодолевших 5-процентный барьер. Еще 46 депутатских мандатов получили самовыдвиженцы. Куда и кого из депутатов посадить в сессионном зале? Подготовительная группа схематично предусмотрела 11 дополнительных резервных мест. На случай, если какие-то из самовыдвиженцев захотят присоединиться к какой-то из политических сил, чтобы их можно было посадить рядом. Сегодня, к сожалению, из-за того, что у нас есть часть оккупированных территорий Донбасса и Крым, у нас нет депутатов-мажоритарщиков из этих регионов. Но мы создаем резерв для этих народных депутатов и сделаем все, чтобы в будущей Верховной Раде было 450 народных депутатов. Ну или меньше, если будет принято такое решение Верховной Рады. Будущие фракции, группы и внефракционные депутаты разместятся в сессионном зале следующим образом. Первые ряды у президии «Портер» займет пропрезидентская слуга народа – 254 кресла. По правую руку от председателя парламента в периферийной части зала будет сидеть Европейская Солидарность. Им предоставили 29 мест, из них 4 резервных. Голосу – 21 кресло. В Батькивщине – 28 мест, из них 2 резервных. Затем сидят внефракционные. Для них выделили сектор на 55 мест. И по левую руку от спикера в конце зала 48 мест займет оппозиционная платформа «За жизнь». У них 5 запасных кресел. В новом парламенте у президента Владимира Зеленского и его команды абсолютное большинство. Такого еще не было в истории Украины. Слуга народа – самая большая фракция в новом парламенте. В ближайших планах у нее снятие депутатской неприкосновенности и уменьшение количества депутатов Верховной Рады. Для этого слугам народа необходимо конституционное большинство – 300 голосов и поддержка депутатов из других партий. А вот для принятия любых законопроектов не надо будет даже ни с кем объединяться. Мы сделаем все, чтобы больше в парламенте не было депутатского спама. Не вырубались леса и не носились вот такие пачки никому не нужной бумаги. То есть максимально быстрый переход на электронные носители. Мы усилим ответственность депутата за кнопкодавство, прогулы, внесем изменения в Конституцию. Что это будет безусловной причиной прекращения его депутатских полномочий. Я думаю, уже в первый день вы увидите чрезвычайную эффективность работы Верховной Рады Украины. Еще до начала работы парламента подготовительная депутатская группа сократила количество комитетов с 27 до 23. Руководителями 21 из них станут «Слуги народа». Под управление предполагаемой оппозицией отдадут комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, а также евроинтеграции. Также в ради нового созыва начнет работу комиссия по вопросам ветеранов. Квота оппозиции – это также заместитель председателя парламента. Но пока насчет этой должности продолжаются дискуссии между разными партиями и самовыдвиженцами. А вот возглавить Верховную Раду может Дмитрий Разумков, лидер партии «Слуга народа». По крайней мере, в кулуарах Рады об этом говорят. Проголосовать за президию депутаты планируют в первый день работы Верховной Рады. Также должны подписать коалиционное соглашение, назначить премьер-министра, сформировать состав правительства и утвердить календарный план работы сессии. Ольга Михалюк, Владислав Гапон, Дмитрий Борщ, ЮЭТВ. Встречу с Дональдом Трампом украинский президент обсудил с Джоном Болтоном, советник по вопросам национальной безопасности США в Киеве с официальным визитом. Во время переговоров с украинским президентом он обсуждал сферу безопасности, а также военное и политическое сотрудничество. Ранее Болтон провел встречи с представителями СБУ, Минобороны, Генштаба, Совета нацбезопасности. Лидеры США и Украины должны встретиться в первых числах сентября в Варшаве в рамках памятных мероприятий по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Детали переговоров пока неизвестны. Я услышал от президента Зеленского о планах реформ в Украине, о законопроектах, которые они подадут в парламент, их ожидаемом одобрении и о планах формирования кабинета министров с завтрашнего дня. Решающую роль играет повестка дня по преодолению коррупции и усилий в антикоррупционном направлении. И она довольно амбициозная. Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом активно использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение, сообщили в штабе операции объединенных сил. Из миномета вбили по позициям украинских военных у Новолуганского и Зайцева обстрелы, зафиксированные в районе Пивденного, Майорска, Лебединского, Павлополя, Водянова, а также Широкина и Новотошковского. С портретами погибших, плакатами и красными шариками под посольство России в Киеве пришли сотни людей. Так родственники хотели напомнить о военной российской агрессии и ее последствиях накануне годовщины Иловайской трагедии. У стен дипломатического ведомства они держали в руках плакаты «Россия – убийца наших сыновей» и красные шарики, которые символизировали кровь, пролитую за родную землю. Всех, кто погиб под Иловайском, почтили минуты молчания. Иловайск пять лет назад в Киеве прошел вечер воспоминаний об одной из самых трагических страниц российско-украинской войны. Об Иловайской трагедии рассказали участники боевых действий, волонтеры и медики, которые принимали первых раненых. Мероприятие – часть большого проекта Национального музея революции достоинства. В его рамках состоялись встречи и выставки. В августе 2014-го украинские военные взяли под контроль стратегический город в Донецкой области Иловайск, но Россия вела свои войска. В результате украинские защитники оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев. 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности и открыла огонь, когда колонны начали выходить. По обновленным данным Генштаба ВСУ, в боях под Иловайском погибли 220 военнослужащих украинской армии, а также 200 бойцов добровольческих батальонов. Еще 300 оказались в заложниках у оккупантов. 40 солдат пропали без вести, 13 до сих пор находятся в плену боевиков. Это еще раз подтвердило, что с Россией невозможно ни о чем договориться. Они не выполняют никаких договоренностей и на международной арене уважают только тех, кто может за себя постоять с оружием в руках. Договоренности с Россией, как мы увидели, не приводят ни к чему хорошему. Два человека погибли, еще семь травмированы в результате взрыва в жилом доме в Драгобычем. Трагедия случилась ночью, когда люди спали. Под завалами еще около пяти человек. Поисковая операция длится уже 18 часов. Среди причин рассматривают несколько версий, в том числе и взрыв газа. Подробнее смотрите в материале наших корреспондентов. Вместо стен и окон огромная дыра. Около трех часов ночи в жилом доме Драгобыча обвалился целый подъезд. Под обломками оказались более десятка человек. Двое погибли. Жители не могут прийти в себя после трагедии. С ними работают психологи. Первыми спасать людей бросились четыре парня, которые проходили неподалеку. Тут уже спасатели стояли, и мы с ними залезли первые и стали доставать. Миш, мы четверых достали. Четверых. Потом пятую. Ее плитой зажало. А мама ее мертвая рядом. До сих пор там лежит. Из-за обвала погибли мужчина и женщина. Они жили на разных этажах. Их личности еще устанавливают. В разрушенном подъезде всего было 13 квартир. Самое страшное, что это было ночное время суток, и люди спали. Большинству удалось выбраться самостоятельно. Семерых из-под обломков достали спасатели. Пострадавших госпитализировали. У двоих детей и одного взрослого очень тяжелые травмы. Сейчас все силы брошены на поиски тех, кто, вероятно, может находиться под завалами. По информации службы чрезвычайных ситуаций, под грудами бетона еще пятеро человек. Всего до ликвидации наследки назначенной ситуации. Всего к ликвидации последствий привлечено 470 человек, 190 человек личного состава и 30 единиц техники. Кроме того, прибыла специализированная группа мобильно-спасательного центра из Киева самолетом ночью. Из-за угрозы новых обвалов всех жильцов немедленно эвакуировали. В доме отключили все коммуникации. Спасатели действуют осторожно, чтобы услышать голос тех, кто остался под обломками. Объявляют минуту тишины. Кто виноват в трагедии, еще предстоит выяснить. Среди причин называли взрыв газа. Но пока это только одна из версий в газовой службе, ее отрицают. Не было никаких вызовов, связанных с газом. Это раз. Второе. При проведении регламентных работ провели полностью шпильтование на утечку газа. Обследованы все инженерные сети колодца. И никакой утечки не было. Раньше жители неоднократно говорили, что дом был в аварийном состоянии. Я здесь четырех часов. Я общался со всеми родственниками, знакомыми и близкими. Они подчеркнули, что ко мне лично в мэрию не обращались, но обращались к другим службам. Среди других версий причин обвала рассматривают – нарушение правил перепланировки квартир во время ремонтов или же трагедию мог спровоцировать оползень в результате проливных дождей. В полиции уже завели дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Драгобыческого городского совета и коммунального предприятия. Будет подробнее понятно, когда отработают группы. Служба газа полностью отвергает вероятность взрыва. Уверяют, по этому адресу никогда не было никаких жалоб. Причем последствия обвала совсем не похожи на термическую реакцию. Виновным в трагедии грозит лишение свободы до 20 лет. Анна Мартыщук, Львовская область, Юэй ТВ. Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки к обмену удерживаемых между Россией и Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на Facebook. Она также опубликовала фото документа. Это так называемое заявление о согласии. Под ним сегодняшняя дата и подпись, которой Вышинский подтверждает свое добровольное участие в процессе обмена. Сегодня Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения руководителю РИА Новости Украина, отпустив его под личное обязательство. Суд также обязал Вышинского являться по первому требованию на заседание. В СИЗО он провел год. Задержали Вышинского в Киеве в мае 2018 по обвинению в госизмене и подрывной информационной деятельности против Украины. Под арест на два месяца отправили экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву. Такое решение вынес Печерский райсуд Киева. Топ-чиновницу времен беглого президента Виктора Януковича задержали вчера в аэропорту Киев, куда она прилетела из Минска. Богатырева находилась в международном розыске по делу о хищении государственных средств. Согласно решению суда, она может выйти под залог в 6 миллионов гривен, это около 240 тысяч долларов. Элладская православная церковь признала православную церковь Украины. Греческий сенот подтвердил предоставление тома, сабов, текефалии по ЦУ, теперь окончательное решение за архиепископом Афинским. Предстоятель Украинской православной церкви Эпифании получил томас из рук Вселенского патриарха Варфоломея 6 января 2019 года. В состав ПЦУ уже перешло более 500 приходов Московского патриархата в Украине. Премию имени известного украинского поэта Василия Стуса прямо сейчас вручают в Киеве. На церемонии награждения работает корреспондент КЮА-ТВ Тамара Каноненко. Коллега, добрый вечер. Расскажи, известны ли уже имена победителей, кого номинировали? Добрый вечер. Да, мы уже узнали имя победителя. В этом году лауреатом стал известный режиссер Влад Троицкий за свой весомый вклад в развитие украинской культуры. Он известен благодаря тому, что создал первый в стране независимый театр ДАХ, а также стал родителем таких успешных музыкальных проектов, как ДАХа Браха, ДАХ Дотерс, Цэшо, а еще основал междисциплинарный фестиваль Гогольфест, который собирает любителей искусства не только из Украины, а и из других стран на протяжении нескольких лет. Здесь, в музее имени Тараса Шевченко, сегодня собралось много зрителей, пришли поздравить Влада и его подопечные. Это актеры, театр ДАХ, музыканты. Прямо во время церемонии они исполнили стихи Стуса. Также о поэте вспомнил и сам лауреат Влад Троицкий. Давайте послушаем, что он сказал после того, как получил премию и как выступали ребята. Один мой ученик сыграл роль в фильме, который он скоро выйдет в Стуса, главную роль сыграл в Стуса. И мой друг и учитель начал проект с поэзией Стуса, которая идет сейчас в ДАХе. Как-то это начало мерцать. И я, не знаю, я очень оптимистично смотрю на то, что происходит и что такое Украина. Премию имени Василия Стуса вручают уже 30 лет подряд. Ее лауреатами стали больше полусотни различных деятелей искусства, а также общественных активистов. Это и историки, и актеры, и музыканты. Поэтому будем следить за развитием премии и дальше. На этом у меня все. Студия. Спасибо, коллега. Режиссер Влад Троицкий, создатель театра ДАХ, известного арт-фестиваля и нескольких музыкальных групп, стал обладателем премии имени Василия Стуса. Ее вручили в Киеве. Старейший степной заповедник планеты, заказник Аскань-Янова в Херсонской области, по праву называют одним из семи природных чудес Украины. Без заборов и вольеров в степи живут около двух тысяч животных. Более сотни из них краснокнижные. Увидеть зебр, муфлонов и бизонов ежегодно приезжают 80 тысяч туристов. На фотосафари побывали и корреспонденты UITV. Стоять. Не вздумай, да. Не вздумай, меня ляка. Не вздумай, меня пугать. Там и стой. Херсонская область. Одно из семи чудес Украины Аскань-Янова. В уникальном биосферном заповеднике животные свободно гуляют под открытым небом. Это совсем наше хорошее. Ничего в руце не мали. Видишь, просто рука. За пальчики кусать не надо. Вот, они любят, когда с ними разговаривают. Тогда они спокойные. Туристов везут в степь на уникальное сафари. Каждый вооружен фотоаппаратом. Силуэтик такой прекрасный. Силуэтик прекрасный. У меня прям семейный портрет. Первая остановка – стадо зебр. Животные уже привыкли к навязчивому вниманию посетителей и подходят максимально близко. Вот еще маленькое подошло. Это прошлогоднее. К более опасным животным решается приблизиться только директор Аскань-Янова Виктор Гавриленко. За 25 лет работы он выучил подопечных и их привычки. Рядом с нами ходят стадо бизонов. У нас сейчас около 60 особей. Это животные из североамериканских прерий, но прекрасно чувствуют себя в наших украинских степях. Родственники зубров – наших украинских животных. В Аскань-Яновой они живут со времен Фридриха Фальсфейна. Заповедник в Херсонской степи 120 лет назад создал немецкий помещик и меценат. Асканию-Янова называют местом, где встречаются континенты. Здесь есть животные даже из Арктики. Звери живут в максимально естественных для себя условиях дикой природы. Хрустнули хорошо лбами. Смотрите, молодцы. Туристы едва успевают нажимать кнопки фотоаппаратов. Смотри, какая маленькая коровка слева. Аскань-Янова – это 33 тысячи гектаров. Уникальная степь, которая никогда не видела плуга. Дендропарк и зоопарк. Здесь легко уживаются редкие растения, животные и птицы. Среди них 150 видов со страниц Красной книги. Туристы говорят, сравнить все это с любым другим заповедником невозможно. Мне даже удалось сделать несколько кадров крупным планом. У нас в Харьковском зоопарке такого не бывает. Аскань-Янова – старейший степной заповедник планеты. В этом году он празднует юбилей 100 лет со дня провозглашения имения ее основателя Фальцфейна заповедным парком. Наталья Дудкина, Виталий Шальнов, Херсонская область, UATV. Шведская экоактивистка Гретта Тунберг на яхте плывет в Нью-Йорк для участия в саммите ООН. 16-летняя школьница уже у острова Они Айланд в Бруклине. Две недели назад Гретта отправилась в Америку из Великобритании на яхте, так как авиаперелеты вредят экологии. На саммите ООН по климату юная активистка выступит 23 сентября, а в декабре поедет на Всемирную конференцию по защите климата в чилийском Сантьяго. Гретта Тунберг стала организатором и вдохновителем эко-протестов по всему миру. Весной 2019 года группа шведских и норвежских политиков выдвинула Тунберг на Нобелевскую премию мира, а позже девочка получила высшую награду правозащитной организации Amnesty International, звание посол совести. Это и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Следующий выпуск новостей на русском языке уже завтра в 9 утра по Киеву. Спасибо, что доверяете. UATV